Всем привет! Всем привет! И это будет, наверное, самое долгожданное видео за последнее время. В нем мы расскажем, как же построить террариум. Это наш опыт. Сейчас мы начинаем его строить. Второй террариум для лилухи, для нашего второго удавчика императорского. Самая главная, наверное, наша ошибка была в неправильной вентиляции. Ее недостатки, точнее. Мы пытались, точнее, боялись сделать так, чтобы сквозняк был в террариуме. А в итоге получилось, что не хватает вентиляции. И, конечно же, обо всех ошибках, всех нюансах, как можно подробнее, в мельчайших деталях я попробую это все рассказать вам, показать в этом видео вместе с Аней. Первым, скажем так, моментом, которым нужно задаться при постройке террариума, куда это все ставить. Первым делом надо определиться. Покупайте змейку маленькую, но для начала ей подойдет вот такой вот контейнер небольшой. Удавы, питоны живут в таких контейнерах до года. Затем, после года примерно, нужно думать уже о постройке такого террариума. Террариум для удава минимум 90 сантиметров длиной должен быть. Высота 40-50 сантиметров. 40, ну максимум 50 сантиметров. Террариум должен быть горизонтальный. Все это нужно куда-то поставить, естественно. Если у вас один террариум, то можно какую-то тумбочку, для него комодик, на него сверху поставить террариум. Это понятное дело. Но если вы собираетесь заводить не одну змейку, то нужно что-то придумать, какой-то угол. И мы сделали вот такой стеллаж. Для этого это в первую очередь надо озадачиться, скажем так, таким вопросом. Сейчас расскажу, как делался стеллаж, сколько он стоил, во сколько он нам обошелся и где это все заказывать нужно. Металлический стеллаж. Заказывается он, просто наберете в Яндексе металлический стеллаж под заказ и они стоят от 2000 примерно. Может быть 3000 вам обойдет стеллаж вот такой до потолка. У нас здесь потолки примерно 2,7. Мы же выбрали такой мобилированный формат. И в стеллаже что нужно определить в первую очередь? Это конечно же размер его. Смотрите, сначала делаете стеллаж, а потом под него уже заказываете стекла для террариума. Поэтому я говорю, что вначале нужно сделать стеллаж, если у вас будет больше террариума. Мы взяли 22 доску, потому что сначала хотели 16 убрать, но все-таки подумали, что она может как-то провисать под тяжестью террариумов. Мы взяли для, скажем так, с запасом 22 миллиметра доска. Так, и второй момент. Сама вот эта хромированная трубка. Она у нас 25 миллиметров, идет 2,5 сантиметра. Все, в принципе, здесь больше ничего не нужно. Мы здесь взяли, сколько у нас расстояния, не помнишь? 65. С запасом, да, 65 сантиметров, потому что террариум у нас 50 и немножко запас. Но я сразу вам хочу сказать, уточнить, у нас террариум 50 сантиметров, но его можно делать сантиметров 40. Это будет вообще идеально. 40 сантиметров достаточно. Если бы мы делали сразу 40 сантиметров, то здесь бы можно было поставить еще одну пол. Такую стойку можно заказать на какой-то мебельной ферме, которая изготавливает мебель, кухня. Мы заказали, набрали в Яндексе, точно так же в поисковике «Распил» в городе Курске. Досок нам нужно было посмотреть, просто распили досочку. Приехали ребята, у них там пилорама, и как раз заказали. Они, видимо, от какой-то работы в мебельной фабрике, и они даже, может быть, подешевле чуть-чуть собрали. Не знаю, но этот стеллаж нам обошелся в 7 тысяч рублей. Почему советую заказывать сначала стеллаж и определяться с местным, где вы будете ставить? Мы сначала заказывали стекла, заказали 90 сантиметров длиной, и стеллаж у нас был метр. Но мы не учли вот эту штучку окаймления, которая идет под эти трубки. И смотрите, как мы из-за этой ситуации вышли. Нам пришлось, точнее, думали долго, как сделать. Сначала хотели их делать вот тут сверху, просто здесь не делать. Но в итоге решили вот так отпилить аккуратненько, и тогда террариум влез. Поэтому самый главный момент, еще раз повторяю, то, что нужно сначала делать стойку, или же, если у вас один террариум, определяться с местом, где он будет стоять. Что касаемо стеллажа и места, мы определились. А теперь уже расскажем про сам террариум, наверное, про Крепкин. Какие моменты нужно учесть, что у нас не получилось в первом террариуме. И какие мы моменты учли при постройке второго. Самый главный наш промах в этом террариуме – это вентиляция. Вот, видите, вентиляция, она очень маленькая для такого террариума. Здесь 15, да, дырочек у нас? Да, 15, но мы просили сделать их пошире друг от друга. Нас, видимо, не очень понял стекольщик. И сделал вот как сделал. Нам сделали очень маленькое, во-первых, расстояние между этими дырочками. И сами дырочки мы заказывали 0,6 диаметр. 0,6 сверло, 0,6, шестерка так называемая. И получается 15 дырочек. Этого, конечно же, недостаточно. Для такого объема террариума это мало. Здесь у нас точно так же вверху то же самое, только она сверху. Здесь воздух выходит, здесь заходит. Как мы из этой ситуации выходим, у нас постоянно приоткрыты немножечко вот эти вот стеклышки. И центральное стекло тоже вот здесь щель получается. Как видите, ничего не потеет. И потело только в начале немножко, когда мы закрывали стекла. И был еще не просохший нижний грунт. Второй момент, ребят, мы это тоже покажем. У нас был косяк вот с этим местом. Как вот это все оформить. Здесь делают ноги вентиляцию, какие-то там двойные стекла и т.д. и т.п. Мы потратили на это деньги. И сейчас расскажем вам, как не потратить той суммы, которую потратили мы. Мы заказали сюда два тоненьких стекла. Посмотрели точно так же, как строится террариум в интернете. Заказали два тоненьких стекла и решили их склеить. Хотели сначала, чтобы оно было прозрачным, чтобы видно было. Но клей будет виден на силикон. И потом решили все-таки их пленкой заклеить. Они уже склеились. Но смысл в чем? Здесь нужно ставить же шапрофиль, чтобы по нему ездили стеклышки, вот эти наши дверки. А оно у нас двойное, это стекло, по 6 мм, да, было? По 4 сначала. А, по 4 мм сначала было стекло, одно. Мы их склеили, получилось 0,8. А шапрофиль, он идет 1,5. Естественно, оно немножко выступало и это нас не устраивало. То есть, если мы наклеили на 0,8, получается, он как-то болтается, стекла все это ненадежно держатся. Заказали стекла 8 мм. Склеили их, вроде все как подходит. Но у нас получился немножечко другой недочет. То есть, по шапрофилю у нас было все идеально, все отлично. Он становился на него по ширине. Но эти стекла были немного больше, чем нам нужно. Они не утопали полностью в террариум. То есть, получалось немного кособоко. Нас-то тоже не устроило совершенно, потому что стекла уже никак не подрежешь, не подправишь. И мы вышли из этой ситуации и заменили переднюю вот эту нижнюю планку. Не стекло сделали, а деревянную. Как уже сказала Аня, вот эти 80 мм стекла мы заменили. Что должно было быть в итоге? Они должны были немножко утопнуть сюда. То есть, приклеиться к этому стеклу. К стеночке, получается, вот здесь. Но они заходили наоборот. Тогда, по-моему... Они не заходили, они были бы просто спереди. Они были бы... Да, они были спереди. И там, ну, никак не получалось. Получалась опять какая-то ерунда. И мы вышли из этого положения, как она уже сказала. Просто заказали вот эту досочку. То же самое, что и наш стеллаж. Это та же самая доска, только это 22 мм. А это 16 мм. Это было идеально, потому что сам профиль 15, доска 16. И мы попросили ребят, у которых заказывали этот стеллаж, чтобы они выпилили нам в этой доске пазы. То есть, сбоку и снизу. Таким образом, чтобы доска утопла туда, в террариум. Но тем временем закрывала боковое и нижнее стекло. Чтобы это все не торчало. И спереди смотрелось очень все аккуратно и красиво. Вот так. Это все мы вам покажем. Саму доску, как она будет выпилена. Но уже позже, в следующих этапах нашей постройки террариума. Пока все на словах. Дальше, сверху у нас бы установлена точно такая же доска, только десятка. Мы не ставили никакое стекло. Просто взяли точно такую же доску, как вот эту. Только это 22 мм, это 16 мм, а это десятка. 10 мм, то есть, 1 см. Ее сюда достаточно вполне, потому что на ней у нас, в принципе, ничего не находится больше, кроме... Ну, сейчас здесь блок от нашей ленты светодиодной. Вот, смотрите, я включаю его, выключаю. Это, естественно, мы все покажем еще раз потом, как это все подключить. Хотя уже видео у нас об этом было. И сверху сюда точно так же наклеивается профиль. Самым последним этапом заказываются уже вот эти дверные стекла. Ну что ж, вот такое коротенькое получилось видео. Хотели, честно говоря, когда записывали, записывали его как начало большого видео про его построек террариума, но решил я разделить при монтаже, потому что там выходило очень много. Следующее видео будет уже про террариум. Там будет порядка, наверное, 30 минут. Не хотелось его сильно затягивать, уже сократил, как только возможно. И все, я думаю, это видео вам понравилось. Рассказали мы сегодня про наш стеллажик, на чем у нас стоят террариумы, где мы его заказывали. Стеллаж – это неплохой вариант для расположения, скажем так, ваших террариумов. Мы выбрали такой мебелированный формат, как я уже говорил, и он под цвет нашей мебели, очень нам он понравился. Как раз в уголочке все отлично. На этом все, и уже совсем скоро будет следующее видео. Оно уже готово, но выложим мы его буквально через день. Вот так. Так что не пропустите, задавайте вопросы. Вопросов будет много, спрашивайте, все будем рассказывать. И ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok